здравствуйте вы на канале о вязании меня зовут наташа всем приятного просмотра чудесного настроения расскажу расскажу покажу что связала что вижу какие планы много всего в голове сегодня суббота выходной день я хоть и нигде не работаю но связи с заказами у меня заказы не только по вязанию но еще и по шитью прям времени свободно у меня очень и очень мало плюс еще меня просит невестка подработать в магазине по пятницам поэтому я вчера вот допустим с 9 утра до пяти вечера была в магазине но даже там я умудряюсь сидеть и вязать еще одно у меня есть бесплатные мастер-классы по моим игрушкам если кому-то они интересны проходите я под видео оставлю ссылку на группу вконтакте листайте ленту там все увидите итак начинаю продвижение в вязании значит я довязала наконец-то своего лен лима это персонаж кто не знает из мультфильма планета 51 он у меня получился вот такой значит опросила своих домочадцев так как они мои главные критики спросила у мужа у дочери у сына похож или нет муж с дочерью сказал похож сказали а сын категорично говорит что нет ну значит есть к чему стремиться здорово значит и начала вязать его давно и закончила буквально на днях недавно несколько дней назад вот так выглядит вязала из джинса я очень редко вижу с такой пряжи но тут его начала но у меня кстати есть целый контейнер этой пряжи буду с нее вязать никуда от нее не деться когда-то на базе купила несколько упаковок теперь буду вроде неплохо единственное что мне не понравилось так я поленилась вывязать пальцы на руках и возможно я это переделаю не знаю точно значит получился он ростом вместе без рожек 34 сантиметра с рожками 38 рубашка у него съемная значит вот он у меня наконец-то один из недовязов доделан у меня целый контейнер с игрушками и не только с игрушками большой огромный контейнер где мои недовязы все лежат пылятся так сегодня сегодня ни с того ни сего мне захотелось повязать сердечки значит за час работы ровно час я засекла время значит получилось у меня четыре сердца вот так пряжа фикс прайса очень толстая штативчик не хочет держаться сейчас его поправлю немножко значит вот это вот очень плотная толстая пряжа я вязала из нее покупала ее значит я просто ее купила потом решила связать мешки для новогодних подарков детям здесь карабинчики у меня это будет значит начала вязать на пробу сначала связала это это у меня крючком вязала большими крючками значит сначала связано крючком номер 5 второе сердце связано также крючком номер пять третье сердце я уже вязала крючком номер этим вот этим вот номер 6. Видна разница. Вот такая вот есть разница. Значит, дочка захотела себе сердечко. Два этих сердечка пойдут на подарки ее подружкам Эвелине и Ангелине. Завтра она их придет раздаривать. А вот это сердечко уже будет на продажу в магазин. Сейчас приближаются праздничные дни. 8 марта и 23 февраля. Значит, люди будут думать о подарках для детей. Возможно, кто-то захочет девушкам своим купить мальчишки, парнишки. Значит, еще есть вот такое сердечко, связанное игрушки, но это связано уже из софти бэби. Вот такую вот пряжу использовала для этого сердца. Пряжа это с фикс прайса, 40 метров, 80 граммов. Так, также с крючком номер 5 вязала. Ну и вот разница какая. Значит, сердечки сердечками. Их будет еще целая куча навалом этих сердец. Чую вязать очень просто, быстро. Красота и удовольствие. Значит, нашла на просторах интернета в группе ВКонтакте. Также листаю, я подписываю на многих рукодельниц, вязальщиц, которые вяжут очень красиво, гораздо лучше, чем я. Значит, увидела у девушки. Я их не запоминаю, не выписываю имена. Спасибо, конечно, огромное за бесплатный мастер-класс. Из-за лизе софти бэби я связала вот такой вот бантик. Также я добавила в группу ВКонтакте в свою ссылку на этот бантик бесплатный, где можно перейти прямо на прямую группу в группу к этой вязальщице. И если вам понравилось связать такой же. Этот бант я связала для игрушки своей будущей. Вот такая она у меня. Это я вяжу медвежонка в магазин на продажу. Значит, с этой пряжи я вяжу впервые вообще. Пряжа это пух норки. Также она с фикс прайса 75 метров 100 грамм. Вот такая вот. Значит, как я начала вязать? Попробовала. Вот именно такой толщиной нити. Здесь она идет в 4 нити. Вот так. Один, два, две такие и две что-то травка. Вот такие. Попробовала вязать в 4. Получилось толсто и тактильно неприятно. Поэтому я решила разъединить. Разъединила ровно напополам. Попробовала вязать. Меня больше это устроило. И теперь вяжется игрушка. Значит, крючок я для этого использую полтора миллиметра. Вот так. Конечно, приходится поколупаться. Но ничего в этом супер сложного нет. Я сижу, распутываю и вяжу потихонечку. Вот так у нас. Что у меня есть? Голова, тело вяжутся вместе. Дальше будут ноги, руки, уши, мордочка. Все. Потом в процессах покажу. Значит, так, бантики бантиками. Куда я его положить? Вот так вот. Пусть полежит. Красота такая. Я его, конечно, не отпаривала, хотя надо. Но потом еще попозже. Мне не терпелось показать. Значит, что еще? Мне надо штативчик, наверное, как-то по-другому установить, чтобы показать вам полотно снуда. Значит, снуды. Этих снудов я перевязала огромное количество. Уже убирать придется все отсюда. Смотрите, вот такая вот пряжа. Набор для вязания шарфа. Пряжа 100 грамм и спицы идут. В фикс прайсе также. В наборе я, значит, скупила все, что там было. Я ездила и в Заозерный город, и в Красноярске зашла в фикс прайс. И получается, здесь в Зеленогорске везде, то есть во всех фикс прайсах, пряжа, пряжа, пряжа. Удобно, бюджетно. Не знаю, все нравится, все устраивает. Итак, значит, полотно снуда 30, ну, получается 38, когда я сошел. 48. 48, и здесь у меня, так, 38. 48 на 38 сантиметров я специально не сшила, чтобы показать видео. Вот так, значит, я их сшиваю. Кстати, на видео цвет темнее у меня, они вообще на самом деле светлее. Вот так я сшиваю, и получаются такие снудики, значит, связаны у меня их два штуки. Девушка, постоянная заказчица, позвонила, сказала, что нужен снуд. Я ей посоветовала из этой пряжи, связала серый. На следующий день, когда я ей доставила, она мне перезвонила. Вернее, не доставила, ну, доставила как. Почему перезвонила? Потому что я ее не увидела, отдала ее маме. И в итоге она перезвонила и сказала, мне нужно еще два снуда. Вот, получается, теперь два снуда. Для этого я использую спицы номер семь. И я бы сама с удовольствием такой носила. Сколько у них связано, перевязано пряжа. Была куплена, кстати, на игрушки. Она уже подзаканчивается. Сколько у меня там? Два, три, четыре, пять, шесть мотков осталось. А было очень много. Но ничего. Простите за кашель. Так, что-то у меня заказики, корзина заказа. Значит, это у меня бантичка осталось. Заказала, кстати, на Алиэкспрессике. Вот такие вот очки. Будут идти очень долго. Здесь кино. Смотрите, у меня всего двое осталось в наличии. Мне сейчас на заказ нужно связать восемь персонажей кукольного театра. И дедушка будет и бабушка. Я хочу им приделать очки. Примерно вот так это будет выглядеть. А их всего осталось две. Значит, я их израсходую и в итоге останусь без них. Так, а если мне не понадобится внезапно, то ничего не произойдет в творческом мире. Значит, носки на заказ 41 размер мужские вяжутся из пряжи. Что-то там овечья шерсть от пихолки, да. Что-то овечья шерсть вяжу в две нити. Вот такая вот красота. Себе купила светло-серенькие, беленькие, чтобы связать гольфики. Вот они. Тут, значит, внучка у меня вяжется в персонажах. Все, что не буду. Так, что показать еще? Ну, кофты показывать не буду. Вчера мужу довязала рукав на одной кофте. Осталось головину связать. Готовые кофты уже покажу. На второй кофте закончила спинку. Начала вязать перед. Также еще у сына кофта лежит. И все это надо довязать до 23 февраля в подарок. Хочу сделать подарки своим мужчинам. И хочу показать вам вот такую вот стопочку этикеток от пряжи. Посчитала и обалдела. Кто-то отдыхает в январе, начиная с 1 по 9 число. А я думала, отдохну весь январь. Не буду принимать заказы. Буду лежать, смотреть сериалы. Мужчина, мой муж на вахте. И каникулы у детей, у ребенка. Ой, думаю, отдохну. Ну, нет, ничего не получилось. И получается, я извязала уже 29 мотков пряжи. Я, конечно, сама не ожидала. Оно вроде вяжется, 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 вяжется. И я их просто вешила каждый месяц. Посмотреть, какая у меня будет. Какой месяц самый такой, когда я буду больше всего вязать. Когда меньше всего вязать. Свою трудоспособность проверить. И вообще, чего от себя ожидать за год. Вот так. Понятно, что летом будет сад-огород. Мне будет не до этого. Плюс рыбалки, пляжи и все остальное. Поездки развлекательные. Так что зима. Получается, вот тебе январь, 20-е число, 29 мотков. Ну, отлично. Я за себя рада. Что еще могу сказать? Горжусь собой, что ли. Вот так. На этом все. Добавить больше нечего. Всем желаю отличного настроения, творческого вдохновения, тепла, улыбок. Пока-пока.